всем привет дорогие друзья вы на канале по троп ездим и сегодня мы с вами приготовим кукси итак берем вилок капусты вот такая у меня есть терка на этой терке очень получается быстро натереть как вот такая получается капуста достаточно мелко порублена капусту мы нарезали получилось вот такое количество так теперь капусту нашу надо посолить честно говоря я все делаю на глаз но для того чтобы сказать вам какое количество соли надо я пожалуй измерю сегодня столовая ложка соли и еще буквально одну треть и хорошенько капусту мы жмякаем так вот таким образом посмотрите капуста уже уменьшилась в объеме дала сок видите вот мы ее пока вот так аккуратненько прижмем со стенок все соберем и оставим отдыхать пока 100 дальше займемся мясо развязать мясо примерно что получались ну вот такого размера кусочки вот видно вам вот такого размера и так мясо у нас нарезано кладем его в эту чашку дальше берем лук так лук нарезала здесь полторы головки половинку я еще оставлю она пригодится итак подошли к газовой плите берем казан чистенький казан и наливаем в него масло столько чтобы поверхность казана вся была залита маслом и примерно ну пол сантиметра примерно видно бросаем туда лук идем дальше резать болгарский перчик на маленькие полосочки ну шириной где-то пол сантиметра нарезаю так перчик мы нарезали пока складываем тарелку перчик будет ждать своего часа так лук у нас здесь жарится мы его помешаем лук пассеруем до слегка золотистого цвета пока еще он у меня беленький пусть жарится а мы пока займемся огурцами берем огурчик отрезаем с двух сторон несъедобные части разрезаем огурчик пополам вдоль и и вот та же самая терка на которой я нарезала капусту нарезаю огурец смотрите как быстро получается получаются вот такие вот долечки из огурцов и так ребята с огурцами закончили терку очищаем от остатков огурцов вот такое количество огурчиков у нас получилось сейчас тоже их посолим вот смотрите на кило 200 огурцов я взяла без горки столовую ложку соли и не жмякая так как мы жмякали капусту слегка вот так осторожно размешиваю смотрите что дальше делаю беру вот такой вот дуршлаг и огурцы лишний сок в огурцах нам не нужен потому что мы сюда еще положим соевый соус масло помидоры дадут свой сок поэтому этот лишний сок мы будем вот так вот ловить через дуршлаг тем временем уже лук до кондиции дошел значит теперь мы закидываем сюда мясо я добавляю буквально капелюшечку воды чтобы мясо не горело все это будет у меня тушиться пока на большом огне чуть позже я газ уменьшу мясо уже стало коричневым оно уже кипит вовсю поэтому мы сделаем следующее газ уменьшаем и накроем крышкой вот так смотрите у меня осталось две с половиной головки лука возьму которая поменьше и половинку нарежу для капусты так лук порезали берем еще один казан будем заниматься капустой наливаем также масло так чтобы покрылась дно и было где-то на полтора два сантиметра выше здесь но у меня узенькая примерно так масло зажигаем газ кладем лук опять сейчас лук прожарится до золотистого цвета мы будем укладывать капусту капусту мы берем и хорошенько отжимаем лишний сок здесь нам тоже не нужен капусту отжали от сока идем смотреть что там с луком лук жарится не забываем помешивать и мясо последнюю головку лука мы тоже нарезаем последняя головка лука у нас пойдет в огурцы лук нарезали для огурцов смотрите сок тоже вышел все это нам не нужно выжимаем огурцы смотрите вот огурчики какие получились сюда нарезаем тоненькими пластами помидорки так помидоры мы порезали вот таким образом идем смотреть что там у нас с луком он уже прожарился до золотистого цвета поэтому мы добавляем сюда капусту мясо почти готово капуста тушится закидываю болгарский перчик вода уже вся испарилась из мяса чтобы немножко мясо было соком я буквально вот пол кружечки воды так капусту тоже не забываем помешать помешали капусту обратно закрываем крышки все берем вот такой сотейник небольшой и включаем еще одну комфорку заливаем туда масло и в этом масле будем жарить лук для огурцов ребятки смотрите какой уже лук немножко пережарил но ничего страшного не критично на и смотрите туда мы добавляем одной рукой камеру держу с горой вот так вот ложку паприки давайте полторы даже полторы ложки паприки то есть еще кипит масло газ уже выключен как видите масло еще кипит видите какой яркий насыщенный цвет то есть сама паприка у меня не очень яркого цвета вот какая-то она вот такая а в контакте с горячим маслом она раскрывается и дает очень очень красивый цвет оттенок значит смотрите здесь у нас мясо вот это молотый кориандр в мясо кладу одну полторы столовых ой полторы чайные ложки с горкой так беру три зубчика крупных и три мелких зубчика чеснока давим чеснок и теперь все это дело хорошенько перемешиваем аромат безумный сочетание молотого кориандра сухого с чесноком дает безумный аромат попробуйте очень рекомендую вот такая красота у нас получилось тем временем смотрим что у нас с капустой капуста у нас тоже потушилась хорошенько вот до такого вот состояния потушили капусту мы ее не перетушили она у нас не мягкая слегка похрустывает сюда кладем чеснок сюда кладем 2 чайные ложки горкой кориандра так молотая паприка 1 чайная ложка и все хорошенько перемешиваем смотрите ребят если окажется что у вас капуста немножко суховато она должна вот прям блестеть хорошенько то ничего страшного если вы добавите уже в готовую капусту немножко масла я немножко добавлю не очень-то она сильно у меня блестит посмотрите какая красота у нас получилось осталось нам заправить помидоры с огурцами вернее огурцы называется по-корейски веча и смотрите лук который мы жарили он уже у нас остыл берем ложечку и отправляем все все сюда дальше берем соевый соус берем все те же самые специи и чеснок значит остатки чеснока сюда выдавливаем полторы чайные ложки кориандра думаю хватит черный перец одну чайную ложку без горки так я еще сюда налью масло чтобы все хорошенько блестела и заливаем соевого соуса примерно примерно полторы столовые ложки получилось хорошенько перемешиваем взяла пол пучка у петрушки палки вот эти жесткие мы отрежем и выкинем они нам не нужны так вот эту красоту отправляем тоже в миску с огурцами и хорошенько перемешиваем посмотрите какая получилась красота этот салат называется веча итак ребята продолжаем сейчас будем готовить воду для нашего кукси наливаем воду в кастрюлю здесь у меня чуть меньше чем 5 литров ну примерно четыре с половиной на четыре с половиной литра воды мы берем 7 столовых ложек соевого соуса у меня он достаточно концентрированный болгарский хороший качественный соевый соус deroni но если вы берете в российском магазине соевый соус возможно вам понадобится больше посмотрите какая должна быть консистенция вот такой вот цвет должен быть сахар четыре ложки сахара неполную ложку уксуса 70 процентного и одну столовую ложку соли все хорошенько перемешиваем и после обязательно нужно попробовать я добиваюсь такого ярко выраженного кисло сладкого вкуса поскольку когда заливаешь в этой водой фукси вкус немножко растворяется и он становится менее выраженным чем сама вода отдельно потому что там пресная вермишель лапша будет у нас салаты в меру соленые все вот сейчас прям идеально вкусно но опять же повторюсь я добиваюсь более ярко выраженного вкуса чтобы этот вкус не терялся еще одну ложку сахара значит добавляю и пол ложечки уксуса то есть получается одна не полная ложка уксуса и половина ложки еще вот сейчас прям такой хороший уже вкус получается обязательно пробуйте вот сейчас получился такой яркий насыщенный кисло сладкий вкус берем укроп палки эти отрезаем все вода готова будем варить вермишель мы берем вот такие спагетти паста zara итальянские номер один так ребята вода у нас закипела открываем макаронки и забрасываем так на упаковке написано варить буквально не фокусируется 3-4 минуты спагетти готовы теперь макароны надо промыть и положить вот в такой дуршлаг сейчас покажу каким способом будем все это укладывать спагетти стали уже с холодными теперь следите за моими руками беру небольшую часть спагетти и второй рукой просто вот так накручиваю раз и клубочек кладу туда в дуршлаг воду отсюда выливаем и все можно накрывать на стол ребята у нас все готово сейчас покажу как мы это все будем набирать берем три ложечки очень важно в каждом салате использовать отдельную ложечку почему потому что могут потом испортиться теперь смотрите берем лапшу наливаем воду воды наливаем так чтобы практически лапша была покрыта водой и теперь каждого салатика понемножку кладем это у нас огурцы так это у нас мясо и у меня есть вот такой кунжут жареный я положу буквально одну чайную ложечку с горой по положу так центр все смотрите кукси готова можно его есть вот такая у нас получилась красота ребята если вам понравилось это видео ставьте пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на наш канал спасибо за просмотр всем пока